Как стать звездой Наташа Гордиенко, певица, Марсель, участник каникул в Мексике, Арсений Бородин, певец, Рома Архипов, солист группы Трой Харли, а также рэпер Сява. Все участники реализа шоу каникулы в Мексике, первый и второй сезон. Мила, Женя, Паша, Денис, Нижан. И с нами в зале арт-дуэт Березина-Славский, Алена и Владимир. Давайте посмотрим, чем запомнилась 41-я неделя реализа шоу каникулы в Мексике. Прошла 41-я неделя пребывания ребят на проекте. Появление новой участницы вызвало ажиотаж, но больше всех новенькой Миланы заинтересовался Вэл. Узнав, что она певица, главный продюсер и музыкант проекта, сразу же Милана предложил ей за... ...творчеством и пригласил ее в свой продюсерский центр на Вилья. Но этим планам не суждено было с... На церемонии голосования Милана покинула проект. Ну что ж, дамы и господа, там покинула, здесь прикинула Милана. Милана! Ай, какая хорошая, ай, какая красивая. Милана, глядя на тебя, я понимаю, что у них просто нет вкуса. Почему всего неделя? Почему не один из молодых людей, а у нас, в общем, как мы считаем, сливки общества там? Почему они не захотели построить с тобой пару? Может быть, было наоборот, может быть, мне мальчики были не очень интересны. То есть я пришла, мальчики все хорошие, но как мужчина меня никто не заинтересовал, ни один молодой. Странно, да, они тебе как мальчики нравятся, да, а как мужчины нет. Ну, как люди они мне понравились, позитивные, положительные. Милана, ты пришла вообще за отношениями на проект? Я не говорила, что я пришла за отношениями. Я приехала отдохнуть. Скажи, пожалуйста, у вас с Веллом намечался творческий союз, да? Ну, да, мы думали об этом, мы говорили, что в Москве встретимся, когда проект закончится. Давайте посмотрим намеки творческого союза, прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ На вокале я зарабатываю. Ямура, у нас здесь концерты. Какие вам концерты, корпоративы, да, всякие? Здесь корпоративы, концерты. Ты море. Ты, ты, ты. Это Джессан Бибер. I know, I will think of you every step of with me, and I will always love you. У тебя шикарный голос. Скажи, каждый едет за чем-то своим, каждый сюда приходит за чем-то своим, там я делаю искусство, там Катрин за деньгами, ты ехала, может быть не за отношениями, а? Нет, я ехала не за отношениями, я ехала отдохнуть, познакомиться с новыми людьми, посмотреть, что это такое вообще, в принципе, конечно. Пиар не имел к этому никакого отношения, да? Зачем мне пиар? У меня, в принципе, и до этого было достаточно внимания и пиара. Не ври, не ври, я тебя до этого не видел. Нет, я не могу себя назвать известной личностью, я говорю, мне хватало, по крайней мере. То есть, меня знало определенное количество людей. Хватало в Перми? Ну, не только в Перми, мы были достаточно популярны в группе. Нет, ну, смотри, это какая-то не состыковка, и ты и отношения не хотела строить, и пиар тебе не нужен, а что тогда в Мексике? Я хотела съездить, отдохнуть, получить новые эмоции, посмотреть, что это такое, в принципе. Хорошо. Хорошо. Скажите, пожалуйста, участие в проектах такого рода, может ли помочь выстрелить в карьере, а? Сережа, ты, как один из самых профессиональных, наверное, продюсеров в нашей стране, все, за кого ты брался, становились в той или иной степени звездами. Давай поговорим не о вложениях денежных, а конкретно проект. Может ли он помочь? Всем искренне могу сказать, каникулы в Мексике наиболее короткий, уверенный и быстрый путь к успеху. Если это правда, мой коллега не даст соврать, российский шоу-бизнес трансформировался. Шоу на сегодняшний момент и подобные развлекательные программы, ток-шоу, такие проекты, это действительно самый убедительный путь к успеху. Ну не через песни же. Ее же позвали в комнату в зеленую. Вот и дорога была уже обозначена. Плохо, что девушка не понимает, что она действительно находится в центре пиар-компании, надо этим пользоваться, надо откровенно про это говорить. Мне кажется, она понимает, она лукавит. Не договаривает. Не надо, не надо, надо всегда быть честным, тем более в шоу-бизнесе. Правда. Таня, я, во-первых, хотел Таню поблагодарить. Как ты думаешь, за что, Тань? Ты единственная артистка, чей плакат у меня над кроватью. Вот, стой, с последней фотосессии. Такого у меня не было. Что вы сочиняете? Вот такого? Давай, Тань. Знаете, смотря какую цель иметь, стать популярным или стать известным и востребованным, это все-таки разные вещи и окупаемым там, да? Если ты хочешь быть популярным, можешь действительно подраться на проекте, поругаться и сделать несколько одиозных каких-то шагов. И о тебе будут говорить, тебя будут узнавать, даже, может быть, будут любить. То есть ты считаешь, как певица, как актриса, как балерина не раскрутиться? Нет, можно, конечно. А талант должен для этого? Надо работать тогда, а не ходить и торговать лицом. Просто. Я так считаю. Я хочу сейчас вот Дмитрия спросить. Дима, скажите, пожалуйста, насколько может быть долговечной вот эта слава? На самом деле, надо действительно для себя понять, кем ты хочешь стать. Порнозвездой или звездой криминальной хроники, да? И параллельный проект этому доказывает. Есть в параллельном проекте известная порнозвезда, да? Поэтому проекты такие могут быть очень долговечные, смотря, что ты хочешь от этого добиться, да? Действительно, вот Татьяна правильно сказала. Либо ты хочешь правильной, понятной карьеры, коммерции, денег, славы народной. Либо ты просто хочешь некого пиара, отдохнуть, съездить в Мексику на недельку. Ну да, вот правильные слова. Во-первых, где ты так устала, что ты просто едешь отдыхать? Можно в Турцию съездить отдохнуть. Да, съездить в Турцию, да. Ну, согласитесь, это немного другое. Либо ты нас обманываешь, понимаешь? Какая цель этой поездки вообще? Ну нет, я говорю, я поехала отдохнуть и посмотреть, мне было интересно, что такое внутри. Что там смотреть интересно? Включила, да посмотрела. Ну нет, согласитесь, это немного другая атмосфера. Но ты свою жизнь как-то связываешь с шоу-бизнесом? Или это вообще так далеко от тебя, что ты просто... Ну почему нет? Связываю я, поюю. Леша, скажите, пожалуйста. Леша, вы уверены, что вы одинаковые носки надели сегодня, а? Не я спрашиваю, Катрин, да. Я сейчас не знаю. Я-то вообще без них, поэтому... Ну видите как, в магазине они продавались как пара, поэтому... Вам идет, идет ли, да? Спасибо. Просто великолепно. Это пиар, это пиар. А что ты тогда с улицами говорила? Какой кошмар, какой ужас, а? Я бы так никогда не пришла. Скоро деньги не буду зарабатывать, если ты будешь выдавать все мои слова. Леша, скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы как профессионал, как музыкальный критик, легче раскручивать звезд, которые уже засветились на реалити-шоу? И второй вопрос от меня. Почему? Ведь мы с вами все смотрели, ну, знаем, по крайней мере, Дом-2. Они и пели, и плясали, куда это все делось. Вот я как раз хочу сказать, что последняя история, которая уже есть, и на примере Дома-2, если мы вспомним вообще самый первый реалити-проект за стеклом на канале ТВ-6 Москва. И другие все подобные проекты. Они не имеют... То есть они могут дать призрачный шанс, что тебя кто-то заметит. Фабрики звезд тоже самое. Фабрики звезд вообще убили российский шоу-бизнес, молодежный его сегмент. После Фабрики звезд независимым продюсерам у них... Ихромыч, а вы с Фабрики взлетели, да? Да. Ну, это немножко отдельная ситуация. Тут все-таки есть... Нет, не то, что все стали как бы... Понятно, понятно, да. Я могу вам сказать так, что можно стать действительно, как правильно сказала Татьяна, известным. Но, например, Фабрика звезд для многих стала клеймом. Дом-2 для многих стал клеймом. И люди стесняются. Мне многие артисты, кто, опять-таки, выпускники Фабрики, они подходят перед выходом на сцену и говорят, можно нас не представлять как фабрикантов, как выпускников Фабрики звезд? Очевидно, это о чем-то говорит. Поэтому я призываю всех тех людей, кто хочет идти на подобные реалити-проекты. Не надо обольщаться. Вы станете звездой, может быть, действительно, среди определенной аудитории. Возможно, будет какое-то количество просмотров на Ютьюбе. Сейчас все носятся с ними. Дом-2 они стадионы собирали. Ну, это, к сожалению... Да. И Фабрика звезд тоже собирала дворцы спорта и стадионы. Правильно, правильно. Ну, вот сегодня ты собираешь дворцы спорта и стадионы. Тебе платят 100 долларов за концерт, потому что ты продюсерский проект и себе не принадлежишь. И больших денег ты не заработаешь. А через полгода, когда ты участник проекта, все артисты с тобой играются, все звезды приходят к тебе в гости, делают все, что ты от них хочешь. Потому что это телевизионный проект. Как только проект заканчивается, ты становишься конкурентом и врагом. И всем, в общем, совершенно неинтересно, чтобы у тебя было хорошо. Спасибо. Рома Арсений, вот вы, фабриканты, вам помогла Фабрика звезд? Или, может, какое-нибудь клеймо стало? Нет? Хотели бы отделаться от того, чтобы были в Фабрике звезд? Нет, я бы не хотел, если честно. Я даже сейчас работаю на совсем другом рынке, абсолютно в другой эстетике и с другими людьми. В другой стране вообще. И мне не стыдно сказать, что я начинал с Фабрики звезд. Все с чего-то, когда это начинали. И, на мой взгляд, это вопрос не то, с чего ты начал, а то, с чего ты стоишь. Скажи, пожалуйста, Ром, если бы не сложились так обстоятельства, если бы в тебя не были вложены некие средства, ты уверен, что ты бы все равно пробился как талант? Мне звонит тут один очень известный, скажем так, певец. Говорит, ты Архипова помнишь? Я говорю, да, помню. Сука, взлетел, гадина. То есть... Реально. И вот там, где концерты, где я веду, а тебе рассказывают, что ты взлетел. И я, в общем, человек не то, что далекий, но не близкий к этому. Мне больше нравятся вот мандаринки, поющие трусы. Но... Я посмотрел, я посмотрел и послушал то, что ты делаешь. Это высокий уровень. Это просто уровень. Я пока не могу для себя сформулировать. Это уровень от того, от вложений? Или это уровень от твоего внутреннего таланта? Пока не могу еще. Мне, на самом деле, за последние полтора года, что я провел в Соединенных Штатах работы с Рэнди Джексоном, как бы, безусловно, возникали вопросы. Рэнди, а почему? Да, то есть там... Можно долго рассказывать историю, что мы встретились в баре за стаканчиком виски. Я сидел, напевал просто, и он... Да, и он такой, вот. Но это на самом деле не так. У меня контракт с лейблом, JK Music Group, который работает с Рэнди Джексоном. Мы спрашивали, Рэнди, почему, как ты вот, русский парень, что в Америке нет талантов, вот у тебя там целый Американайдл сидит. Он говорит, ведь все не так просто. То есть, с одной стороны, есть люди, которые очень талантливы. Но там не имело никакого значения, что ты был на фабрике. Тебя увидели... Для них это плюс. То есть, у меня есть аудитория, у меня есть мои поклонники. То есть, это всегда плюс, потому что там деньги делаются не с корпоративов, основная их масса, а именно с людей, с продаж пластинок, не знаю, банки. Мы вернемся к этому, да. Хорошо. А, ну, может быть, ты чувствовал в России на фабрике, что ты как продукт, да, новая фабрика, она переначивает. Я это прекрасно осознавал. Вот Арсений, чувствовал, что ты продукт, а? Есть четкая грань между проектом и артистом. Самостоятельным артистом. Когда ты проект, ты выражаешь мысли продюсера, человека, который в тебя вкладывает деньги, и ты делаешь то, что он говорит, и повторяешь полностью его указания на концертах и так далее. Когда ты самостоятельный артист, ты личность, ты пишешь сам, ты ищешь сам команду, ты работаешь с профессиональными людьми, и выстраиваешь правильное отношение лично сам с радио и телевидением. Тогда ты действительно личность. А в наше время... Спасибо. В наше время всем молодым вот хочу сказать, что продюсер уже скоро будет не нужен. Это 100%. Димит, скажи, пожалуйста, насколько тебе помогло то, что ты был изначально на проекте? Мне очень сильно помог проект. Я это не скрываю. И благодарен МТВ, и... Но понимаешь, вот за мной, например, долгое время тянулся и, может быть, тянется там. Я помню. Осторожно, модерн тоже. Есть клише, есть клеймо. Вот до каких пор тебя будут воспринимать, как... Кто-то из вас, девочки, я видел афишу. Снежана. Да, Снежана, конечно. Собирает залы у нас. Собирает залы. Каникулы в Мексике. Каникулы в Мексике, афиша. Пускай вот Димит у нас скажет, Тача. Да, за Снежану отвечу. Просто... Как она собирает залы? В течение полугода, сразу после проекта, мне хотелось ездить просто вот в этой шляпе все время, потому что мексиканская вечеринка диджей Димитрия. Да. Мексиканская вечеринка диджей Димитрия. Я надеюсь, что это когда-нибудь закончится. Я имею в виду, что... Я не хочу играть только на мексиканских вечеринках. Ты хочешь, чтобы воспринимали уже отдельно от Мексики? Ну а Снежану что скажут? Нет, я безусловно благодарна проекту, и это безусловно был огромнейший трамплин в моей жизни, да. Во-первых, я из Новосибирска, сейчас я в Москве живу, я сижу с такими людьми, да, вот в этой студии. Пока крайне слева, да? Ну а что делать? Ну а уже это... Ну все ближе, ближе, ближе. Нет, не думает, да. Я тебе знаешь, что скажу? Что в моей жизни не было человек, который меня взял за руку и чуть-чуть подвинул. Можно я в твоей жизни буду этим человеком, а? Сядь сюда. Не будете возражать, а? Да. Мой тебе совет. Если бы я... Если бы я в твоем возрасте вдруг попал к пудовке, ну я бы иногда делал вот так. Я сегодня об этом подумал, что вы стали аналогом музыкальной школы. Раньше... Сейчас нет институтов, которые могли бы позиционировать новые лица. Да. Вот вы являетесь этим проводником. Спасибо вам большое. Вы являетесь проводником? Я не пою! Тебя назвали институтом. Ничего себе. У нас в студии... Спасибо, господа. У нас в студии не только Милана, но и продюсер, да? Скажи, пожалуйста, это ты посоветовал Милане поехать на проект, на каникулы в Мексике? Не, ну если честно, история была такая. У нее на тот период были сложности там в личной жизни, были проблемы с ее там молодым человеком. И она сказала, что там кто-то с ней связался, что ее зовут на этот проект. Ну, мы делали проект мандаринки. Я говорю, слушай, ну ты знаешь, как бы... На каникулах классные парни, да? Это не то, что вообще надо. Можно мы покажем нашим зрителям, чтобы кто-то, может быть, ну, еще не успел, что такое мандаринки. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Дэнс, Дэнс, Гоу-гоу, мандариновое соус, стоп, кайфануй посильнее, учройся, малыш, поудобнее. Сочные дольки опять заставят тебя кайфовать. Отправь это видео всем, чтоб знали, что нету проблем. Теперь, когда есть мандаринки, сидит топинга, все как пружинки. Можете прыгать, скакать. Можете касаться. Да ладно, да ладно, да ладно. И здесь Соня, и Милана. Поэтому просто танцуем. От того, что кайфуем. Клип кричит о том, что ты хочешь что-то показать, чтоб тебя заметили, там, грудь, шнур. Да ладно тебе грудь, ну что, грудь и так заметно. А как вам удалось, Сергея Шнурова, в клип, мало того, уговорить в клипе сняться, еще и отб***ть потом. Ну просто Сережа полноценный мужчина. Я сказал, Сережа, интересно, он говорит, интересно. Я говорю, сможешь, он говорит, смогу. На камеру, он говорит, на камеру. Я включил мотор, поехали. И все произошло. Теперь мы хоть знаем, как полноценность мерится. Конечно. Но это хороший пиар, как ты считаешь? Для Шнурова. Для Шнурова отличный. Хорошо. А для Миланы хороший пиар? Ну, я расценил так, что пусть она поедет и получит какой-то опыт, потому что это совсем другое, ежели мы там сидим в Перми и снимаем видеоклипы. Но именно на телевидении опыт. Именно на телевидении для нее это будет большой опыт. Вообще для мандаринок я бы не сказал, что это подходящий проект, потому что все-таки в нашем проекте мандаринки девушки говорят о том, что показывают минусы мужчин, грубо говоря. Кстати, здесь есть еще вторая долька у нас София. Да, 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 да. И музыкальный саунд. София не узнает, она так скромно одета. Занимается музыкой. Наташа, скажите, пожалуйста, если бы у вас была возможность в свое время поехать на один из таких проектов, вы бы воспользовались, а? Потому что я видел, что вы очень хотите петь, вы очень любите славу, вы очень любите деньги, вы брелись на лосо, да? Чтобы, да? Я бы не поехала на такой проект вообще никогда, я немного из другого мира. Я не понимаю, как можно сделать певческую карьеру через вот эти вот с**ки, чуть-чуть прикрытые. И, ну, это вообще... Ну, согласитесь, Наташа. Я хочу выступить в защиту ребят. Откуда ты родом? Из Санкт-Петербурга. Не видно, что ли? Что же дела такие, Дима? Вот, вот. Я и говорю, из деревни, из Санкт-Петербурга. Милана из Перми. Кто еще из ***? Вот. Из ***? Понимаете? Один в деревне. Что нам делать? Для нас это шанс. Мы выбились на телевидение. Пашка, я же включаю, он ведет программу по МТВ. Да, и руками машет. МТВ еще. Санкт-Петербурга, но уже... Спасибо огромное. Что делать? Ведь это шанс. И вы говорите, я бы не поехала. Вот, пожалуйста, поехали. Месяц позора. А теперь здесь. Я воспитывалась немножко, а я в другой семье воспитывалась. Я... Я знаю, что такое нравственность. Я не могу позволить себе. Уже лучше никак, чем так. Это ужасно. А я вам покажу на Женьку, которая... Я, например, не видел ее в постели ни с одним. Мила. Тоже. Мила, моя любимица. Это неплохо. Они просто... Ребята, у каждого свой путь. Вот и все. Я не против этого. Пожалуйста. Но не я. Наверное, если артист хочет, чтобы вы воспринимали всерьез и надолго, ему все-таки нужно начать прежде всего с петь. В этой программе мы хотим не просто обсудить шоу-бизнес в целом, а дать конкретные советы тем, кто хочет попасть в самое ядро шоу-бизнеса. Я попрошу каждого из вас предложить начинающим артистам пошаговую, не просто надо петь, читать, а пошаговую инструкцию, «Как стать звездой». Не просто так, Рома, сейчас языком будем трепать, а на бумажке напишем. А я хочу, чтобы кто-нибудь спел и порадовал наших телезрителей. Например, Таня. Прошли все фантомные боли, глаза не щиплеток соли, слева не колет. Воспоминания лишние, не лелею, более не холю. Прощай, меланхолия, словно до нуля выкрутит фото. Громкость приемника на самых печальных нодах, оборвав песню прямо на холом слове, как в туннеле, когда радио не ловит. Это странное чувство, непривычная лёгкость, абсолютная невесомость, До свидания, Земля. Позади перегрузки, меня ждёт целый космос. Этим утром я окончательно разлюбила тебя. Прошли все фантомные боли, я за пределами твоего магнитного поля. Вломаны все замки по доброму пароле, створки, ловушки нараспашку, я на воле. Стало так светло, и замечательно, Будто кто-то нашёл кнопку выключателя, в темноте спрятанную тщательно. Сегодня я тебя разлюбила окончательно. Это странное чувство, непривычная лёгкость, абсолютная невесомость, до свидания, Земля. Позади перегрузки, меня ждёт целый космос. Этим утром я окончательно разлюбила тебя. Спасибо большое. Спасибо, Танечка, прошу. Мы начнём с Ромы. Ром, что там серьёзное, по-моему? Я... Ты решил... Серьёзно. Ещё и диссертацию защитить, походу, да? Первым пунктом я написал, не знаю, мне кажется, прежде чем идти по этой дороге, идти на подобное шоу, или у каждого свой путь, нужно понять, действительно, готов ли ты к этому, или ты просто мечтаешь быть популярным, быть по телевизору, хорошо выйти замуж, или же найти себе богатую жену, и ты должен понять, действительно, готов ли ты жить вот этой жизнью музыканта. Второе, я считаю, что нужно, если решил заниматься этим делом, то нужно быть профессионалом, нужно учиться петь. Работать над тембром, не то, что иметь навык пения, а действительно быть индивидуальным, уникальным. Поец в каждом ресторане, в каждом дворе. Третье, я написал, что нужно сочинять. Самому, да? Нужно сочинять самому, неважно, исполняешь ты продюсерский материал или нет, грубо говоря, у тебя, может быть, твои синглы, которые на радио и там где угодно. Это песни купленные, не знаю, подобранные продюсером чьи-то, купленные про профессионалов и хитмейкеров. Все равно, если ты хочешь оставлять свое лицо, ты должен писать сам. То есть, это ты, это твоя душа, это... Это твое сердце и твои миски. Четвертое, я написал, думайте, анализируйте. К сожалению, сейчас, наверное, нет такого человека, который за тебя может сделать все. Спасибо, да, ровно тебе. Леша, Алексей Астудин. У меня целая схема получилась. Я тоже считаю, что главным конкурентом, преимуществом в данный момент является собственное творчество, то бишь, материал, который написан собственным автором. Собственно, конечно, к сожалению, продюсеры в нашей жизни по-прежнему играют большую роль. Я бы искал настоящего продюсера. Не тот, который освоит чужой бюджет и все. Вы можете, вы человек достаточно смелый и не боитесь побоев, назвать фамилии в нашей стране настоящих продюсеров? Я, пожалуйста, Алена Михайлова, ответственная за успех Ёлки, за успех Умы Турман, за успех сейчас вот, насколько я знаю, ну да, винтаж, ну там винтаж вот опять-таки все ребята, все люди, которые, ну Ёлка, может быть, сама не пишет, но винтаж пишет себе сами, Мутурман писали себе сами. Сейчас они взяли еще ряд пока неизвестных людей, которые тоже работают самостоятельно. Евгений Орлов, питерский, питерский человек. Уже не все, по-моему, слился он уже. Сейчас, да, но был период, был период у него все-таки очень серьезного успеха, еще, если мы вспомним, с Неоновым мальчиком. Неоновый мальчик, отпетые мошенники, да, отпетые мошенники, да, сливки, опять-таки. То есть, и он же, между прочим, помогал в самом начале гостям из будущего, как вот на первом этапе. Поэтому это тоже люди, он тоже говорит, что я не устраиваю кастинги, я ищу талантливых людей. То есть, вот надо найти настоящего продюсера. И дальше, и дальше чистый бизнес. То есть, нужно вообще понять, вот многие со мной не согласятся, потому что артист должен, как бы вот, для кого хочется, для того и пою. Нет, все-таки нужно понять целевую аудиторию. Условно говоря, мы понимаем, что сейчас очень просто собирают залы в основном те, кто работает для женщин 40+. Даже среди молодежи есть такие персонажи, которые стараются работать на эту аудиторию. На бабушку Сявы. Ну, собственно, почему нет? Дело в том, что у этих людей сохранилась традиция ходить в концертные залы. Нас таких двое, я и Стас Михайлов. Да. Ну, почему? Еще Григорий Левс. Вот. То есть, понимание и создание узнаваемого продукта. Человек должен включить радио и понять, что это поешь ты, а не кто-то. И долго узнавать, кто это. Да, да, да. То есть, голос и подача, и образ человека должен быть узнаваемым. Спасибо большое. Дима, сколько нужно денег, чтобы раскрутиться? Я, например, решила запись. Сколько нужно денег, чтобы раскрутиться? Ну, вообще, на самом деле, тут можно было мне написать на нескольких листах разные пути попадания в звезды, да, ну, через ток-шоу, либо подойти к богатенькому папе и сказать ему, обычно к папе, куда сказать, что я хочу петь. А вот через постель это все еще действует? А почему нет? А почему нет? А почему нет? Я на себе проверил. Я считаю, у меня есть категорическое мнение, что настоящие карьеры, подчеркиваю, настоящие карьеры через постель не делают. К сожалению, да, это все нестабильность, это все нестабильность. Поверьте мне, вы что, как было бы все просто, тут все бы звезды были одни, вы что, во чем гститесь? То есть через постель нет? Мы надеялись, мы просто надеялись еще. Мне путь заказан. Своего законного супруга попросите об этом движении. Я, на самом деле, здесь написал тернистый путь к звездам своих артистов. Реальный пример, да, я был концертным директором несколько лет Ани Семенович, на данный момент я концертный директор Жанны Фриске уже как пятый год и Юлий Ковальчук. Я пример вот их пути вкратце здесь написал, расскажу о нем, да. Во-первых, надо в первую очередь определить для себя, чем ты лучше всего занимаешься. Танец, песни, либо что-то другое, может быть, видение, да, Дмитрий? Правда, об этом мы поговорим, что вы своих подопечных пихаете на видение, да. Естественно. Не осталось дырок для профессионалов. Естественно, молодому человеку, готовому идти этим тернистым путем, надо включить амбиции, надо понять, что твоя жизнь должна поменяться категорично, да. Личная жизнь не всегда будет стабильной, семейная жизнь не всегда будет стабильной. Понятно, по пунктам. А я эти пункты говорю, включить свои амбиции, да, и понять, что жизнь твоя поменяется. И развить свой талант, да. Никто не отменял учебу, да, и классическую учебу. Учеба не... Да, это важно? Да, развить свой вокал, развить свой танц, учиться... Учиться у коллег, учиться в профессиональном заведении. Ну ты что, вокал Жанны Фриске, знаменитый вокал Жанны Фриске. Молодец. Нет, ну мне все равно интересно. Вот меня очень, я в музыкальной школе училась, меня выгоняли, мне не суждено петь. Но вот если я хочу, могут ли деньги делать так, чтобы я запела? Есть жанр рэп, пожалуйста. Жанр рэп, это когда петь не умеешь, а на сцене выступать хочется. Нет, и рэп, и все, у меня слух отключен. Два миллиона мне хватит на первое время? Вот, пожалуйста, показывает. Вся дорога, вся дорога в одном знаке, пожалуйста, вам. Подкопить надо? Долго, что ли? А, балки, да. Нет, ну сколько примерно? Нет, знаете, вот Сергей, между прочим, это образец креатива в продвижении артиста. На самом деле я вам хотел сказать, что можно долго... Вот это вот я вам напомнил 90-е всем, они прошли, сейчас другое время. На самом деле я поставил первым местом, конечно, ваше творчество. Если вы талантливый, креативный, умопомрачительный, можно за вас зацепиться. Дальше продюсер уже может найти доллары, евро, юани. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Понятие доллара, понятие доллара, изначально оно в любом случае не должно исходить. Что такое доллар? Доллар это фактап. Надо изначально писать, творить песня. Залог успеха песня. Вспомните файл, стоп-эмили. Малышка, малышка, выстрелили, стадионы взорвали и все. 12 миллионов форингтонов за полгода. АПЛОДИСМЕНТЫ Тогда, Дмитрий, это и будет артист-однодневка. Ясь будет. Помните, вот это безумное мы спорим. Вот тогда это будет, пожалуйста, вот что бесплатно, посмотрите в интернете. Называется ясь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ После того, как это будет у тебя креативно, талантливо и ярко, я же первым, на самом деле, номером поставил ваше творчество. Ну да, да. Только потом голова как-то нужна. Вот если есть яркая фишка, вот в чем проблема? Можно стать заложником этой фишки. Вот если ты один раз что-то очень яркое, это очень... Вот я уверен, сейчас это ты из Y, мега-звезда из Кореи, да, с Геном Стайл. Я уверен, что это one hit wonder, как говорят вон. То есть это чудо одного хита. Очень ярко, очень круто, очень популярно. На всю жизнь хватит, кстати. На две жизни. На две. В подобных проектах, когда нету денег, нету денег, и ты становишься знаменитым, есть такие примеры. Тот же самый Петя Налич, да? У него не было много денег. А у него и сейчас нет. У него и сейчас нет. Нет, 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 ты не прав. Как не было, так и нет. Все, Вартурова... Все-таки он через интернет, через интернет он встал. Нет, но человек собирает, человек делает по 20 концертов, по 20 корпоративов в месяц. Это факт, на самом деле. Дело все в том, что здесь прозвучало очень много каких-то схем, условностей, да, но мне кажется, что все-таки даже шоу-бизнес, даже вот творчество, оно не может быть просчитано. Это как магия. Вы знаете, сколько людей, которые пытались себя сделать мегапопулярным, приходят продюсерам, покупают за сумасшедшие деньги песни. Но почему-то группа «Серебро», например, становится у этого продюсера мегапопулярной, а другой артист, я не буду называть имя, да, не становится. У этого же, да? Да, у этого продюсера, к которому приходят и платят огромные деньги за песни. Все-таки это какая-то такая неуловимая, не знаю, это, видимо, зависит от харизма. От харизма, от желания, от собственного «я». В первую очередь, артист – это единица творческая. Потом уже творческий путь может идти очень долго. Конечно, долго он может уходить. Алена, Владимир, раскрутка, деньги, образ, что важно. Мы занимаемся созданием имиджа. Я лично фотограф, вот Володя, он стилист. Тогда скажите нам, пожалуйста, вот сейчас какой образ в тренде, а? Сейчас нет образа в тренде, сейчас есть то, чего, как называется, people how it, да. Я просто вот смотрю на девушку. Милана. Милана, да. Потрясающе красивая девушка, потрясающий голос, то, что было в записи с телепередачи. Но то, что я увидела в клипе, лично мне это неинтересно, мне это неприятно, но народу это нравится. Это какой-то трэш, да, вот как говорят, с**ки, майки. Ну, то есть образ нравится, который в клипе людям. Мне лично не нравится, мне нравится вот то, что я сейчас вижу. Но мы делаем то, что хотят продюсеры. А есть вот сейчас такая ситуация, когда продюсеры не, собственно, что-то придумают, а говорят, сделай нас как Бритни Спирс, или как Джастина Бибера, или еще как кого-то. Они обычно присылают на почту фотографию, да, говорят, вот мы хотим точно так же. Вот, смотрите, это вот к Володе, наверное, да, вопрос. Вот Сережа Пудовкин придумал Витусу Жабры. Вот вы сейчас что могли предложить, чтобы вот Демид, да что Демид, я выстрелил бы, а? Ну что? Или что? Гребень тут сзади. Гребень. Я, к сожалению, занимаюсь только одеждой, не придумывая такие идеи. Да вы не в тренде. Но я хочу сказать, что в первую очередь исполнителю он должен быть реально творческой единицей, и у него должна быть харизма. А внешне творческой личности он должен быть? И тогда он может себе позволить одеться так, как он хочет, и при этом выглядеть потрясающе на сцене. Спасибо. Вот смотрите, пример, Паша. Голоса нет. Слуха нет. Ну есть слух, я слышу нормально. Работает на телевидении, да? Поет. Блин, я пропустил этот момент. Дим, ну как ты мог? Вы помните анекдоты? Этот официант поперла. Поперла. Вот это поперла. А кто тебя раскручивает, а? Может быть, это ответ все-таки, что сила в продюсере, а не в правде, брат. И, опять же, повторюсь, спасибо каникулам в Мексике. Если бы не они, скорее всего, меня бы не увидели бы. Потому что, да, я не спорю, у меня нет какого-то шикарного голоса. У меня нет хорошего слуха. Паша, ну не всти себе, у тебя не просто шикарного нет. Ну, хорошо, Дим, давай будем так говорить. Но есть люди, которые за счет этой популярности, которая дала нам реалити, решили вложить деньги. Попробовать, посмотреть, будет ли народ это хавать. Народ хавает, почему нет? Я жую, конечно, у тебя огромное количество в Ютубе просмотров. Я пытаюсь понять, в чем правда. Ну, например, у Жени голос хороший, я знаю, она все каникулы пела, все время поет. Но ты выпустила один клип, правильно? Недавно. Да, и меня никто не продюсирует. И совсем недавно мы выпустили, наконец-то, сняли мой клип. Вот, и недавно запустили его тоже в интернет. Ну, а как так получается? Кто в акупации, он не делал? Ну, на самом деле, я сама иногда не понимаю, потому что весь проект я впела. И сочинили мы этот гимн каникулы в Мексике. И буквально после каникул, слава богу, MTV обратила на меня внимание и пригласили работать на канал. Но как певица, видимо, я никого не заинтересовала. Вот так. Но я взяла все в свои руки и продолжаю стараться. А может быть, не доверять нас только своим рукам? Может, прийти вот к господам и сказать, ребята, показываю, как делается? Ты думаешь, как я сюда по... На первый канал. Возможно, мне стоит поучиться у тебя, но я как-то до этого не додумалась. Ну, а чего тут думать-то? Ну, вы знаете, я столкнулась с такой ситуацией, что, не зная ничего, никаких основ, я познакомилась с ребятами-диджеями, которые предложили мне записать как раз-таки песню, на которой мы смотрим клип. Женя, Женя, я тебя очень люблю. Х**ть с ними, с диджеями. Есть профессионалы. Есть профессионалы. Хорошо мы к ним относимся или нет. Они, с**ка, умеют это делать. Так ты и будешь топтаться там с диджеями, понимаешь? А время щелкает. Ну... Понимаешь, причем, поправьте меня, если я не прав. Я определился уже, я все, тут я уже, место занято. Видишь, как надо, телефон быстренько сунуть. Уже поздно, да. Женя, спишь, спишь. Ты правильно поняла? Мы из Китая пришлем, из Китая пришлем. Спасибо большое. Марсель, скажи, пожалуйста, ты поработал с Димой Биланом, с Яной Рудковской. Вот ты уже попал. Вот уже Рудковская обратила на тебя внимание. Во-первых, почему, как ты думаешь, она на тебя обратила внимание? Там, а не на Рому, не на Сяву. Вот, не на меня. А, во-вторых, почему такой кратковременный у вас был тандем? Ну, начнем с того, что... Мы хотим тут слышать правду. А что за правду? Я пропущу... В общем, дело было так. С Яной, мы и правда собирались... Я, Марсель, была тогда на каникулах, я знаю твои рассказы. Стоп, а какие рассказы? Почему я узнаю новости последним? Я просто говорил, что у нас не сложилось, а не сложилось по одной простой причине, что, ну, как мне кажется, Димочка просто, ну, в моменте заревновал, почувствовала такую конкуренцию. Мне все-таки 21 год. А Димочка уже 30 лет. Ну, заревновал именно как к артисту. То есть, Яна, в сентябре мы с Владом Соколовским в один момент должны были начать, ну, запускаться. И тут, как бы, долгое время мы тянули, тянули, в кавычках, искали песни. Песни у нас были со всего мира, мы каждый день слушали по 150 демок. И что-то это все тянулось, а я в таких розовых очках не понимал, как бы, почему все тормозит, почему все не запускается. Вроде бы, Яна Рудковская, the best sub-manager in Russia, Дима Билан, там, как бы, я человек, который творческий, который пою, там, занимаюсь хореографией. Ну, как бы, грубо говоря, готов к запуску, да. И ничего этого не происходит. И все-таки я вижу со стороны Димы какой-то холод. Вот, Дима для Яны это такой идол, которого она никогда в жизни ни на кого не применяет, не потеряет. И, собственно говоря, просто произошел момент... Осталось узкое благодаря Диме, естественно. Ну, как бы, вот, об этом и речь. И просто произошла такая вспышка, она нашла, за что можно было зацепиться. На этой почве мы поругались, разругались, и с этого момента не общаемся. Вы сейчас не общаетесь. Не, с Димой и с Яном. А вот я слышу какую-то другую версию, Мила, да? Ты знаешь, да, версию какую-то, да? Не то, что я знаю, нет. Марсель, когда пришел на виллу, он очень громко рассказывал о том, что он встречался с Яной Рудковской. Что за бред? Секс был? Слышали все. Что ты рассказываешь? Кэтрин, Кэтрин была с девушкой. Все слышали. Если даже поднять все записи того, что было слово «встречаться». Я помню, у вас был роман какой-то, на этом несложен. По крайней мере, преподносил так, не знаю, было или не было его. Послушай, давай называть вещи своими именами, да? Одно дело встречаться, я бы сказал встречаться. Другое дело, мы дружили, я был близким другом семьи. Можно сказать, она мне доверяла все и вся. Я с ее детьми очень близко дружил, с ее мамой близко дружил. И быть в дружеских отношениях, и быть встречаться, это разные вещи. Тем более, у нее есть муж, с которым она счастлива. И такие вещи, говорит, на камеру, это просто реально сейчас низко с твоей стороны. Мила, вот и все. Но я помню, как ты говорила, что у вас был роман, на этой почве не сложилось, и вы разругались. У нас не было романа. У нас была, может быть, какая-то вот такая взаимная симпатия. Может быть, мы как-то флиртовали. Но, как бы, между нами ничего не было. То есть, мы именно были друзьями. То есть, мы были такими близкими людьми для друг друга. Вот и все. Поэтому, говорит слово встречаться, и быть в таких отношениях, это разные вещи. Хорошо, а почему, если вы так близки были, почему вы разругались? Сейчас Яна о тебе отзывается тоже не очень. Ну как, блин, потому что есть Дима, как бы, это мое мнение. Катя хочет спросить, секс был, нет? На мой взгляд, Яна Рудковская не продюсер. Объясню, почему. Потому что Дима Билан для Яны Рудковской уже был готовым таким бриллиантом, которого она взяла. И дальше начала развивать. И сейчас... Яна посидеет вместе с Крюченко. Пример, Влад Соколовский. Пришел, год побыл у Яночки. А потом удивляется, почему Яна Рудковская его не любит после таких оговорок. Ну, у них взаимное какое-то. Не, ну, как бы, Яна меня оскорбляет на присутствии других там, да, на теле. А я не оскорбляю. Я говорю, как бы, называю вещи своими именами. Владик, у вас был год, они сняли клик на кавер какой-то. Никуда это не пошло. Это о чем говоришь? Что если бы человек был продюсером, он бы сделал бы из него артиста. Ну, я думаю, ты сейчас ее тоже оскорбляешь. Это же ее прощение. А скажите, пожалуйста, я вот обращаюсь к многоуважаемым продюсерам. Скажите, пожалуйста, сексуальные отношения между продюсером и подчиненной или подчиненным помогают или мешают карьере? Нет, не должно быть никаких, знаете, есть... Близко просто. Что вы? Нет, нет. Что вы? Вот Сергей недосогнал... Что вы? Что вы говорите? Я понимаю, что если бы у меня был в подчинении Витас, я бы тоже так... Что вы? Что вы? Помнишь? Серег, вот подтверди. Я представляю, как сейчас размолотил свой телевизор в радиусер Валерии. Это все время был категорический запрет под угрозу увольнения. Дима, есть простая формулировка. Надо понять, ты что хочешь, шахаться или бабки зарабатывать? Ну не надо одно с другим мешать. Не получается, поверьте мне. Если вы вступаете, есть особо одаренные люди, в нашей стране они тоже есть, где есть семейные союзы. Кстати говоря, не только Иосиф Пригожин и Валерия. Это нормальная, на мой взгляд, формула. Но вы говорите о сложившихся союзах. Это уже такая помесь нормальных человеческих отношений. Дима, а скажите вы, у вас не было разве никаких отношений? Мы читали об этом. Нет, не было этого. Мы читали. Это все наветы, наветы. Я фанат блестяги. Какие наветы? Я даже фотографии видел. Какие наветы-то, а? Какие фотографии? Как вы стоите, просто стою, работаю. Дмитрий, вам не так работаете. А вы знаете, какие фотографии обычно бывают за кулисами? На каждого из нас можно найти такое количество фотографий за кулисами. Да, да, да. За меня. Я хотел спросить, и многих это не интересует. Вы увезли Витаса в Китай. Да. Там вы стрижете юани. Но разве это сама цель заработать деньги? Его хотят здесь слушать. Вы не знаете, что сейчас и почему музыкальный бизнес на сегодняшний день в России рухнул на хрен просто? Почему нет музыкальной индустрии в России? Почему у нас в России зарубежные звезды чувствуют себя, я не знаю, как я в Турции? В Китае. Да, объясню вам. Потому что сейчас я вам хочу сказать, вот это парадоксальная ситуация, но есть две категории артистов в России. Одних показывают по телевизору, другие зарабатывают деньги. Это две, как говорят в Одессе, непривитости будет сказано, большие разницы. Вот надо понять, кто чем занимается. Кто лицо показывает, а кто гастроли делает. Действительно, все-таки важным на данный момент рычагом раскрутки является радио. Интернет. Ну, я имею, я все-таки, я уже, мне 38 лет, я для 35 плюс стараюсь работать. Вот для нашей аудитории это все-таки радио. Потому что как канал доставки. У всех есть машины, все слушают машинных радио. Поэтому и самые популярные радиостанции в России, это те, кто крутит в основном русскую музыку. В основном ретро. Наташа, вы раскручиваетесь на Украине. Почему? Это более свежий шоу-бизнес какой-то. Там другой шоу-бизнес. Там сейчас столько появилось ярких имен на Украине. Они абсолютно креативные. Они искренне делают даже плачные вещи. Я читал передачу, что ты говорил, да. Для меня поющие трусы это креатив и юмор. Да, да, да. Вот так он для этого создавался. Если убрать юмор, для меня, вот вы меня простите, д***щий шнуров, для меня это храпота, а не даже не искусство. При этом у вас есть такой голос. Можно подводить высокую базу, что он может делать что угодно. Вот для меня это вот, не знаю. В песне кайфу мы показываем, что и поем о том, что можно кайфовать без наркотиков, без алкоголя. Можно просто кайфовать от того, что ты танцуешь. Вы сами запутались, никто этого не видит. Все видят вот это вот. И вас на экране, и все. Это отвлекает. Да, называется играть, сыгрануть, понимаешь. Запутались. Это какая-то... Вы знаете, вот у меня выживает внутреннее какое-то уважение, поступок. Напомните мне группа Корни, Паша... Артемьев. Артемьев. Который бросил все и ушел в театр. Вы знаете, как не смеялись мы, но на каком-то этапе человек понял, что просто не хочет заниматься тем, куда вот пихали, вот пытались... Иметь к этому отношение в целом. Вдруг и играет в камерном театре, и играет вот так. Вот так надо заметить. У меня это вызывает чувство глубокого уважения просто. Поэтому прежде чем кинуть все силы на то, чтобы прославиться, подумайте, что вы на самом деле умеете делать лучше всего. Всегда пригодится рано или поздно понять, кто ты. С вами была программа «Каникулы в Мексике». Увидимся через неделю. Будьте искренними. Пока. А в понедельник на вилу приедет новый участок. Привет. Я Артур Хаман. На конце двери Н. Моя жизнь полна адреналина. Я профессиональный гонщик. Более восьми лет занимаюсь мото-гонками, авто-гонками. Это мой лайф, моя жизнь. Меня не изменится. Если подруга поставят вопрос «Я или гонки?», я скажу «Тебя я знаю недавно, а гонки знаю давно и выбираю я гонки». Такая ситуация была не раз, я всегда выбирал гонки. Я расстался недавно с своей девушкой, я переполнен эмоциями и адреналином, поэтому я еду в Мексику. «Каникулы в Мексике-2». Смотри по будням в 10 вечера НТВ. Мы вас согреем. «Каникулы в Мексике-2».